Всем привет на канале Old Dutchman. Сегодня у нас с вами вот такой вот видео выпуск по горячим следам. Вот посмотрите, мне прислали видео. В этом видео изображен один из немецких супермаркетов, в который пришли мигранты за покупками. Это получатели вот этой бецаль-карты. Таким образом, они высказывают свой протест против правительства и его отношения к их человеческим правам. Что делает охрана? Охрана падает на телефон и пытается вызвать полицию, вместо того, чтобы обезвредить вот этих вот оголтелых идиотов и отобрать у них те бутылки, которые они прячут себе в рюкзаке, прячут себе в куртке и потом спокойно с песенками и плясками, улыбаясь в лицо охране, уходят из этого магазина. Люди, конечно, в шоке, которые там были. Вот это видео, что мне прислали, я тоже долго не мог понять, почему охрана здесь так поступает. Именно с такими людьми. Почему? Я помню, у нас в газете как-то писалось, в магазин Коуфлан зашел хаусмастер после работы со своей женой. И закупились, полную телегу товара набрали, на втором этаже там у нас хлебобулочное отдело, они взяли, в мешочек взял он 6 булок, по 15 центов каждая. И пока они шли до кассы на первого этажа, там еще делали покупки, он съел одну булку. Это заметил детектив зала, сообщил на кассовый блок. Когда этот человек проходил через кассу, прогнали весь товар через сканер, кассир спросил, а сколько булок у вас в мешке? Я помню, она 5, а ну 5 да 5, без всяких задних мыслей. Она отбила ему 5 булок, ему выдали чек, его тут же после кассы взяли в оборот. Вызвали полицию, вытащили в офис охраны, показали вот как он жрет на камере, как он жрет падла булку за 15 центов. Короче, этому человеку выписали штраф, по-моему, 350 евро, плюс запретили ходить сколько-то лет в этот магазин. Об этом даже писали в газетах. А вот что делают вот эти вот гребаные эмигранты, которых сюда толерантная Германия или толерантная власть Германии приняла. Они просто-напросто вынесли на несколько сотен евро алкоголя и пошли, распевая песни, к себе в лагерь для беженцев, где они и будут распивать этот алкоголь. А может быть продавать его, я не знаю. Но по собственному опыту, я помню, в Молдавии, когда мы работали в охране, в супермаркете, у нас такого не было. Если какое-то животное пыталось что-то украсть, оно было само не радо, когда его ловили. Конечно же, были у нас косяки, но чтобы такого вот у нас никогда не было. Действительно, такого у нас никогда не было. Это все потому, что наше правительство настолько толерантно относится ко всем вот этим вот ушлепкам, ползущим как черви на говно в эту страну, что просто слов нормальных не хватает для описания таких ситуаций. Вот посмотрите еще чуть-чуть. Вот это во Франкфурте на Майне демонстрация афганцев с афганской символикой вышла против правительства с требованием не закрывать программу приема афганских беженцев из Афганистана, так как они боятся жестких законов шариата и халифата, они хотят жить в демократии. А что же вы бегаете на демонстрациях и орете, нужно создать шариат и халифат в стране, здесь в Германии? Что же вы бежите из шариата и требуете создать шариат? Что же вы теперь стоите и кричите, что ай-яй-яй, вас начнут выдворять, вас больше не будут сюда принимать? Наша дражайшая Анна Лена Бербок, министр иностранных дел, кричит, что там дискриминация, нарушение прав человека. Простите? А, да, она еще говорит, что девушек и женщин там притесняют. Хорошо, так почему же вы принимаете мужчин и мальчиков 30 лет из Афганистана, если притесняют женщин и девушек? Принимайте их, а вот этих вот ушлепков, пенисоногих, пенисоголовых, не принимайте, вдворяйте, депортируйте их к чертям собачьим. Что они забыли здесь, в этой стране? Принимайте тех, кого дискриминируют, принимайте тех, кого унижают, а не принимайте тех, кто унижает. Страна идиотов, честное слово. Я уже говорил, абсурдистан, абсурдистан. И неудивительно, что в следующем году уже большая часть страны готова избрать АФД. Тогда все вот эти вот бербоки, хабики, фезеры, лаутербахи и ижи с ними рванут из этой страны в те же самые Сомали, Афганистан, Сирии, куда угодно, в теплые края. Главное, чтобы подальше от правосудия, в Аргентину. Нормальных слов для описания таких ситуаций нет, честное слово. Но, как говорится, это по горячим следам. Вы высказывайте свои мнения, может быть у вас несколько иначе работает охрана. А я знаю, что на территории бывшего Союза, в частности, в Молдавии, в России, такого бардака нет. Это я знаю 100%. Такого бардака нет. И по своему опыту я могу вас заверить в том, что в Молдавии, если бы вот так вот толпа мигрантов пришла в магазин и попыталась бомбануть виноводочный отдел, они бы оттуда здоровыми не вышли, честное слово. Не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, оставить лайк, свой адекватный комментарий. И, конечно же, относитесь друг к другу с уважением. Всем удачи. Пока.